Всем хлоу, дорогие любители доты, и у нас продолжение. Бо-3 противостояние. Пикадо против фэлтов и коэффициенты на эту каточку от жиджи бетов 187 на 187, что означает, что мы вместе с Милой будем комментировать для вас игру, которая перестала быть однобокой. Она перестала быть в пользу сугубо одного претендента на победу в виде Пикадо и стала равноуровневой, равнокомпенсирующей, равной, в принципе, между двумя частями нашего экрана верхнего и нижнего. Знаешь, Америка, она отличается тем, что здесь может произойти вообще все, что угодно. И поздний бой-байк от Джаггернаута, и вообще в целом, вот просто смотришь на предыдущую карту и думаешь, такого мы вряд ли увидим на тир-один уровнях доты. А вот здесь ты можешь понаслаждаться. Наверное, мы не так серьезно комментируем, немного более с шутками и сами получаем удовольствие, потому что от качественной доты здесь мало что есть. Но зато есть очень много экшена, и за этим, по крайней мере, реально интересно наблюдать, потому что иногда, вот знаешь, какие-то продолжительные игры тир-один доты, когда все формят аккуратно каждый выход, это прям что-то легендарное событие на карте. Здесь просто каждое событие, оно легендарно по-своему. И я думаю, что вы получили удовольствие, когда смотрели предыдущую карту. Я тебе обещала, что получим удовольствие, вы получили. Давай скажем так, именно вот игра, в которой, типа, все делят карты 50 на 50, грамотно зеркально формят и вот это вот все, она связана скорее с тир-один дотой в онлайне, она связана с тир-один дотой на условно-групповых стадиях. Если мы говорим о тир-один доте высшего уровня, то есть типа на интернешналах или там плей-оффах, мажоров и так далее, все-таки да, там дота прям, ну, тоже супер проактивная, потому что все-таки дота вознагражает тебя за то, что ты супер агрессивен, OG это доказали, те же самые там ликвиды, ну, нынешняя Enigma тоже самое, ну и так далее. То есть, в принципе, та причина, по которой, наверное, китайская дота перестала быть доминирующей в мире, и, хоть и, да, последний Majora IG взяли, но все равно на протяжении двух лет, может, даже больше по факту, самая агрессивная дота, она лучшая дота. Ну, те же самые Winx доказывали то же самое, хоть и не из Китая, но я думаю, что все согласятся, что Winx не похожа на Китай в принципе. Вот, так что быть агрессивным, быть активным, быть проактивным, это как раз-таки тот самый уровень, который мы ждем от хай левела, от самого лучшего левела дота. Здесь, в свою очередь, конечно, хоть и, может быть, она и проактивна, она все-таки немного другая по исполнению, но она, самое главное, веселая, и это правильно Мил заметил, и мы теперь будем смотреть с собой противостояние Наекса против Луны. Кстати, герой достаточно похож на Джиггернаут с точки зрения встроенного БКБ, но не очень похож с точки зрения выживаемости, у него она намного лучше. Джиггернаут, точнее, Тимберсо сверху влетает у нас на... пик от фэлтов, и посмотрим, что еще придумывает Пикада в вопросе ласпиков, и я не очень понимаю, зачем здесь конкретно Тимбер, потому что, с одной стороны, конечно, силовики, ну, резать им силу и так далее, это хорошо, выживаемость здесь у Тимбера должна быть не такая уж плохая, хотя контроль от Пака вместе с Раптором присутствует, но в целом я не очень понимаю, потому что надо было взять какой-то контроль сквозь БКБ, по-хорошему, на пост 3. Опять же, взяли себе Рубика, Угрмага, Луну, героев, которые были на предыдущей карте, решили заменить Марса на Тимбера. Честно, мне вот не очень нравится, как отыгрывает третья позиция у Фэлт, даже если посмотреть у Фэлт, предыдущую карту и Марса, мы с тобой отметили, что его начало, его старт был, конечно, провальным, несмотря на то, что артефакты он собирал хорошие. Одну секунду, подожди, а, ну, да, и остался Фэлт там Мидера добрать. Просто в вопросе БМа, наконец-таки, он забанил, очевидно совершенно, потому что Пикадо осознали, что это была ошибка, что они его отдали, хотя, честно говоря, Тай не то чтобы много сделал в той игре, ну, то есть, очевидно, что аура для Луны была позитивна с точки зрения их последних действий, когда они сносили трон, она была оптимальна, но, с другой стороны, честно говоря, такое. И тот факт, что Фэлты, кстати, отдали пак, у меня вызывает большой вопрос, потому что Пи Иван реально сделал в группе Кадо, если бы у него вполне вероятно все было бы совершенно по-другому, хоть и результат все равно за Фэлтами, Фэлты должны понимать, что им отдали игру, а не то, что они прямо ее сами выиграли, и вот прям вот они, мол, супер молодцы, и вся игра их была под их контролем. Нет, это не так, вся игра была под контролем от пака, от Пи Ивана, поэтому уверен, что отдавать ему снова пака не самый лучший затей на планете Земля, и они не то чтобы сейчас контракт чертят, да, то есть нет ни одного героя, против которого пак бы себя ощущал прям плохо, грустно и печально. Вот, возможно, что-то сейчас, конечно, еще сверху придумают, сейчас Фэлты на миддл, что-то, что перекроет паку кислород, что-то, про чего и паку и стать будет неприятно, и по игре будет неприятно перемещаться, вот, а сверху, что хорошо было бы против пака иметь, это саппортов, которые имеют сейв, но, к сожалению, у Фэлтов ни то, ни другое не взято, да, то есть у них пик ровно такой же, как и был в предыдущей катке, не считая тимбера, который был заменен ЛЦшкой, нет, не ЛЦшкой, а что у нас там было на тройке у Фэлтов? У Фэлтов был Марс, а такая была у ЛК. Взяли стандартную Queen of Pain. Вопросительный, конечно, у меня момент к ней. Ну, да ладно, ну хотя-то хотя. Но вообще я бы не сказала, что Клопа как-то контрит пака. Есть определенный плюс у этого героя, если Клопа хорошо стоит линию, если хорошо по фарму все у нее замечательно, она соберет быстрый орчет, это здорово против Ластилера. Мила, ты помнишь, что Фэлты банили в последнем стадии? Фэлты нет. Ну, каких-то хардлайнеров, очевидно, на этом не забанить ДСа. Это надо, конечно, очень серьезно постараться, особенно против Луны. Ну, то есть Луна, очевидно, стоит нормальный, потому что ДС сейчас супердисбалансный за Аганимы. Его пикуют сейчас все, кому не лень и так далее. Но Ластпик оставлять ДСа — это довольно серьезная штука. Особенно под Ускара на лайне. Да, то есть и в принципе, особенно под Ускара. И вообще у Пикада, конечно, шикарный драфт. Я еще не вижу, как Фэлты это выигрывают, не считая вот этого заливочного варианта, как в предыдущей карте. Но если в предыдущем драфте у нас было все одинаково, ну плюс-минус, да, то есть такие равные драфты. То есть здесь у Пикада просто аутдрафт, на мой взгляд, на всех вообще мыслимых уровнях и неуровнях. С контролем ситуация стала похуже. Если на предыдущей карте хотя бы там был Марс, он как-то мог пригвоздить и был, опять же, бестмастер со своим рором, то теперь именно контроль, как мне кажется, не достает. И я согласна с тобой, мне тоже Пикада драфт импонирует больше. Ну, мне больше всего нравится здесь дейс, реально. Он очень серьезный. Я не говорю про вот этот баф с Аганимой, я даже просто говорю про то, что он, в принципе, себя по этой игре очень чувствует легко и комфортно. Вот. Ну, а мы, друзья, с вами не расслабляемся. Мы, друзья, с вами напоминаем о том, что есть замечательная такая штука, как XPG. Это официальный спонсор турнира DPC Северной Америки. Ищите баннер XPG по трансляции, припитайте игровые аксессоры XPG и участвуйте в розыгрыше. Напоминаю, что XPG — это ваше преимущество в бою. Вот. А мы сейчас вылетаем дальше, соответственно, весь этот сетап, в котором у нас есть надежда на то, что наши мальчики, потому что наших мальчиков здесь у фэлтов на один больше, чем у их противников, потому что, напомню, что здесь три россиянина на сервере. Один из них, соответственно, саппорт пятой позиции. На дизераптере у нас играет Sensibility. Вот. И комфорт вместе с Тайей — это два кора у фэлтов. Это луна и, соответственно, квапа. Комфорт. Не знаю, вот этот БКБ, оно, конечно, меня очень смутило при заходе на хайграун на предыдущей карте. Даже не при заходе, а просто в файте. Если бы они очень хорошо подрались. Я, опять же, надеюсь, что это был пинг. Я не знаю, честно. Я не знаю, что это было. Это было что-то отдельное совершенно от мира сего. Вот. По факту-то, по скейде выиграли игру предыдущую. И я думаю, то, что в целом, да, то есть у нас есть очень хорошие шансы, друзья, с вами посмотреть полноценную бодресерию. Именно за счет того, что первая карта была подзалита противниками фэлтов. Вот. Так что уверен, что у нас еще много с вами удовольствия предстоит. Ну, по линиям ситуация у нас следующая. В принципе, ничего феноменального. Ничего не стали они придумывать. Рубик с Цимбером будут стоять против Дизраптора и Лайвстиллера на боте. В миде Квин оф Пейн против Пака. Ну, и на топе, соответственно, Огар Мак плюс Тускар против... Прошу прощения, Огар Мак с Луной против Тускара и Дарксира. Да. И ждем от Пейвана, конечно, самые проактивные доты. Он в предыдущей карте показал себя очень-очень красиво. Опять же, гангать ему есть с кем, гангать ему есть кого. И снова у него на пост 4 присутствует господин Тускар. В предыдущий раз у него это был F-спирит. В принципе, они не сильно отличаются. Ну, кстати, F-спирит на Тускаре, мне кажется, чуть попроще играть. Опять же, здесь с Дарксиром также будет больше возможностей нападать. Возможно, играть поактивнее. На топ может приходить, бывает, тоже самое Луну. Ну, потому что Луна на предыдущей карте очень хорошо формила на линии. И неплохо было бы ее на этой немножко подопрячь. А тут два милишника. Мы пока видим, что Луна себя комфортно чувствует. Да. Ну, тотальные расщилки, я бы сказал, находятся. Ну, и Дарксир отлично фармит. Она также никак ему помешать не может. Она должна максимализировать здесь динаи. Потому что у нее довольно хорошее количество демэджа в самом начале. Вот. И нельзя отдавать ему подайншелами, соответственно, фармить. Потому что тычка-то, на самом деле, у ДС довольно долгая и своеобразная. Так, здесь зарубка. Мини-зарубка, я бы сказал. За динаи с энтрей. И, по-моему, за этот динаи сейчас Согр может получить паща. Да, так оно и происходит. Да, получает. И ФБ, при том, переключаются на Луну. Ну, комфорт, очевидно, уйдет. Но, в любом случае, неприятно. ФБ достается у нас Тускару. Что не критично. Ну, его сапожок, тем более, уже имеется. Ну, всегда приятно. Стики какие-то сяпнет там. Или что, рейндропы купит. Угу. На Ботте, тем временем, довольно серьезно простил Тимбер. Но мы понимаем, что это не особо большая проблема. Для него. Курьер еще умирает. Притом Курьер пока. Угу. Клопа его убила. Тая молодец в этом моменте. Самое главное, что у Пака уже имеется Боттл. Поэтому для него это не такой уж важный момент. Тем более, сейчас у нас будет. При контроле двух рун. На второй, четвертый. Это правда. Ну, там еще и Тангус имеется. Фарифайр, да. Так что с Регеном пока все неплохо на топе. Опять же, у нас заруба. И Огромак достаточно серьезно страдает. Но, скорее всего, погибнет еще и Дарксир. Размен произошел. Луна стики использует. Тускар уже под Тавр не идет. Потому что щитка на нем нету. Так бы, возможно, с Тапком он бы за Луны и пошел как раз. Но разворачивается. И, в принципе... Помню, чем начиналась предыдущая игра. Да, Луне отдали фестплат. Она разогналась. Была топ-нетворст всю карту. И за счет этого топ-нетворста закончила игру. Хоть и мы помним, насколько много ошибок Комфорт совершил во время предыдущих файтов. С нажатием клавиш. Боже мой, что за ласхит что-то происходит с ним. Тем временем его стягивают под вакуум. И довольно рано Дарксир покупает, чтобы заберет себе вакуум. Это редкость для Дарксиров. Сейчас на лайнах обычно вакуум вообще не берется. Играется 0-4-4. Вот. И... Он, типа, не смертельно взял-взял. Зато помог убить сейчас Луну. Играет без суржа. Естественно, убили. Получили за нее бабки. Луна не фармит. Позитива много. Тай тем временем обновляет себе Боттл при помощи руны. Пейван уходит на ботом руну. Разменивается рунами. Никто из саппортов, напомню, не стягивается. При этом все Мрубес продолжает стакать Лиса. Сделал дабл стак аншей. Вроде как должен был трипл стак сделать, но не сделал. И Тимбер, Тимбер, привет. Как дела? Разрезает на половину Лайфстилера. Ну, Лайфстилеру в целом поливать. Опять же, вот новая мета. Мне очень нравится то, что сейчас Найксы играют через третий. И Рейджу не качает до четвертого. Бывает, вообще не качают. Довольно долгое время, если на линии оно не нужно. Потому что третий очень серьезно помогает разбивать лицо противнику. Кстати, имеется Тандер Страйк. И вот пока с Регеном... Ну, тут неплохо было, на самом деле. Но Рубик ушел стакать. Пока Рубика нет, они, в принципе, даже напасть могут. Попытаться, по крайней мере. На топе тем временем подстанили ДСа. У Даффи все будет в порядке. Он довольно бронированный. У него 8 армора плюс, соответственно, имеется хорошее количество ХП. Вместе с ресурсами на Реген. И с Паком, с Дрим Койлом, можно пойти убить Комфорта. Да, Пак перетягивается. И сейчас он будет попадение на ту самую Луну. Луна. Сразу же Маговен и Телепорт. На Дрим Койлу нас подловили ее. И нужно ее убивать. Квин оф Пейн. Отличный Соник Койк. Но Луна погибает первой. И теперь на развороте начинает убивать всех подряд. Подряд это просто 3. Это 3 типа, я согласен. Я думаю, что она заслужила даже 4 типа сейчас. Это этот Блин Кейн туда вот внутрь. Зачем? Чего? То есть я бы понял, если бы он по-настоящему пробил бы Соник Вейвом своих оппонентов. Но это не так, потому что его тиммейты же не дали никакого дэмэджа перед тем, как умереть. И очевидно, что ему не хватает дамаги для того, чтобы Соник Вейв плюс Скрим разбить кому-то лицо. Даже если бы он кого-то убивал, он в любом случае мидер и размен подобный был бы в любом случае не в его пользу. Короче, тотальный залив сейчас от фэлтов. Вот. Если взять Луну, то окей. Понятное дело, что к ней пришли, убили. Но при этом всем это ошибка саппортов. Им нужно иметь какой-то вижен против мидера. Но тот факт, что Квапа отдала сейчас очень большой кулдаун на ультимейт и сверху еще и умерла, это, конечно, тотальная боль. Ну, с шестым уровнем абсолютно верно. То есть тут минус четыре у нас на боте в это время погибал Симбер. Кстати, опять же, дерутся под лайфстилер против Симбера. И, в принципе, знаешь, такая интересная драка. Анатомия продолжает убивать Огармага. Огармаг просто ничему не учится. Эта линия просто залита в салат именно из-за того, что они не понимают то, что сейчас при овер. Левле. Шансов на то, что ты выиграешь какой-либо размен по демеджу против Тускара плюс Дарксира, ну, вообще, в принципе, нереалистичен. То есть такого вообще, в принципе, не может произойти. Даже с луной, даже с ее аурой на тройку, вы все равно при разменах очень серьезно проседаете. Просто потому, что там тактим на тройку, там айншелл на тройку. И демеджа вносится просто нереальный объем. Поэтому любое противостояние подобное, оно заканчивается не в вашу пользу. Поэтому по-хорошему вам надо играть полупассивно. Тирея Луна вполне вероятно уже должна думать насчет леса. И комфорт все правильно делает. Делает ТП просто на Т2 в миддл и фармит лес. Все, да. То есть он здесь выгнан. И им не стоило даже пробовать, на самом деле. Это лишний фит, который дает слишком большой разгон для Дарксира. А мы знаем, что слишком большой разгон для Дарксира дает ему слишком много шмоток впоследствии. Особенно Аганим. Я, кстати, не вижу то, что Дафи именно Аганим собирает. Это у меня задает вопросы. Хотя пока, ну, Хедреско не означает то, что он пойдет прямо сейчас в Мекку. Просто потому что, ну, Мекка замедлит его фарм. А вот Аганим даст ему возможность и фармить, и быть эффективным всифайтом. Все так. Ну, посмотрим, может, он захочет, не знаю, худ какой-то собрать, что-то там, пайпуху, Мекку на команду, все. Кстати, опять же, нападение на Огр Манга под Тауэром. Очевидно, что под Тактим, под Щитками, Уграр здесь шанс никаких нет. Он пришел, как обычно, да, получить экспу, когда твой сейфлайнер уходит в лес, тебе нужно получать экспу с этого лайна. Но есть серьезное подозрение, что это немножко по-другому должно делаться. То есть, по-хорошему, нужно просто просто в леса ставить в лесах, или что-то еще делали для того, чтобы тебя не заметили, не убили. Это очередной хит. А дайм временем на боте довольно неприятно было Ластилеру, но сейчас будет неприятно Зори, потому что его закроют и убьют. И вот эта ситуация, на самом деле, на топе, она очень серьезно будет сказываться именно на Тимбере, потому что Тимбер герой, который снова болит. И у Тимбера основная задача быть неприбиваемым. Но когда сайд-линии другие или мидд-линия зафижена, то ты становишься просто консервной банкой для бестия. И твоя вот эта армированность, твоя неприбиваемость, она становится... Она просто скомпрометирована очень серьезно. Кстати, Комфорт пытается справиться с Аншеми без Мома. Со стаками Аншей, точнее, без Мома. И это выглядит довольно мемно. Но я уверен, что он знает, что он делает. Лишний замок не получать. Ну, у него хотя бы Морбид маска есть. Испозитивы там, тем временем, убили антицераптора на боссе. Но это не так важно. Груммак понимает, что на топе ему стоять. Наконец-то он понимает, что на топе стоять уже нет никаких вариантов. То есть, вообще, по факту, Дарксир мог прямо сейчас зайти под Тауэр и спушить. Ну, он еще и лесочек подфармит. То есть, выносит Дак из себя максимально хорошие слоты. У него еще и Чипит Вест. То есть, у Дарксира все идеально. Посмотри на его надворцы. И статистикл 5.1.3 говорит нам, насколько хорошо он себя чувствовал на линии. И вообще, какие будут проблемы, скорее всего. И он реально мягко фармит. Очень странное решение, серьезно. Я не понимаю его вообще ни в коей мере. То есть, ну... Так, сейчас у нас Дримкоил от Пи Ивана на Квапу. Квапа пытается жить. Это Sonic Wave, очередной ненужный. И умирает. Дарксир еще перетянулся. Здесь, в любом случае, поставили статик. Грумак выходит. Но недалеко он вышел, честно говоря. У него тут 5 уровень. Дела совсем идут не самым лучшим образом. Ну и 12-2 у нас статистика на этой игре. Пока мы видим, что тотальная доминация от Radiant. И выглядит так, как будто это будет просто простая карта. А ты знаешь, что на предыдущей карте тоже самое. Нет-нет, на предыдущей карте мы с тобой все-таки говорили о том, что, да, и по драфту, у фэлтов если они затянут, что лэлэйта, что-то там произойдет, все дела. То есть, ну, такое. Кроме этого, мы видели ошибки, пока здесь у паскейдов их нету. А во-вторых, сложно ошибаться вот с этими героями. Немножко сложнее, точнее, чем в предыдущем драфте. А мне слышишь, уже рандомно на Лавстиллера не нажмешь. Игра не пойдет. Очень интересный момент сейчас произошел. Такой достаточно, на самом деле, незначительный, наверное, как сказали бы большинство. Но вот ты знаешь, что ты играешь против Рубика, и ты на Дизрапторе ничего не используешь, а даешь ему стать. О, да, да. Кстати, что он может, кстати, повлиять довольно серьезно. Особенно против Пака, который является сейчас главным оружием паскейдов. Но PSG, по факту, в данный момент не только доминирует, но тут еще момент в том, что вот эта мека, да, о которой я уже говорил, что, ну, мне не очень понятно, но Даффи показал сразу, да, придумывающий эти файты, что она нужна, важна. И вот тот самый статик отличный. Ань, кто не был, да? Ну, не знаю, была у них... Ну, в смысле, скорее всего, эти два не проплитывали. Рубика. Не, в принципе, просто, если стил прошел, значит, Дизраптор должен был знать, что он там последним отдал. Ладно. Ну, короче, неудачно, конечно. Но убили всего лишь четверку, это не так страшно. Но, тем временем, нападение будет на Зоры. Даффи начинает раздамаживать вместе с QQQ. Тимбер. Ну, вроде, пока живет. Дизраптор очень долго делает телепорт. Все-таки Глимс нажимает, у него хватает ренжи, потому что он Глимс раскачивал. Но есть просто Дизрапторы сейчас в нынешней мете, которые в паблике качают первые на хайп-ТСах. Если вы видели. Но не суть важна, в любом случае, на Тимбера убили. И это позитивно для PSG. Дизраптор, кстати, имеется статик, поэтому в целом они до сих пор могут попробовать как-то подраться. Тем более, на Тимбер в таверне. Квапа, так как собирают себе орчид, будет максимально уязвима на этой карте. То есть против нее два Сайленса плюс. Если так посмотреть, то и Пак может догонять, и Дизраптор еще Глимсовать будет. Ну, то есть, как мне кажется, Квапа здесь... Вот сейчас еще и по игре смотришь, да, и мало того, что это достаточно много ошибок, совершается. То есть из-за того, что сверху Лас-Пик? Что вообще вызывает крайне много вопросов. Ну, в общем, видимо, у Тая может быть какой-то ограниченный пункт героев. Из-за этого пришлось выбирать, что уже было. Вот, да, но очевидно, что это не самый оптимальный герой, который можно было бы только взять. Тем временем на Глимсах возвращает Зори, убивает и его. Тут минус два от PSG. Суперлегкие, без вариантов, без опций, да. Сандал Громага забрали. У него, кстати, был до сих пор пятый уровень, он получил шестой, Тимбер. Это уже более такой приятный бонус. И вот мы понимаем, что первая четверка, она, опять же, три игрока у нас, Рейдент, и только Луна держится. Ну, кстати, не убивают, про нее забыли. Команда своими смертями обеспечивает ей свободу действий. Ну, как тебе сказать, проблема-то в том, что карту-то она и не обеспечивает, потому что сейчас, как только снимут Т1 вышку на миде и Т1 вышку на боте, треугольник будет заканцелен. И это будет проблема. Потому что для Луны Аншент это центральная часть игры. На QQQ сейчас будет нападение. Вот хоть что-то, в принципе, будут пытаться предпринять фелты. Да, под Орчетом можно убивать, но тиммейты слишком далеко, и поэтому тэп-аут под Рейджом. Ну, я говорил о том, что во время драфта фелты не решили проблему Рейджа, проблему пробивания сквозь БКБ каким-либо спеллом с маг-контролем. Вот, но, да ладно, в принципе, не решили и не решили. Когда-нибудь она решится. А тем временем на боте возвращается Тимбер, говорит, парни, здорово, как дела? У меня худак. Я вроде как неубиваемый. Давайте попробуйте меня убить. И дафи говорит, да, хорошо, конечно же, попробуем возвращение с Глимса. Статик Шторм. Дамаг пошел под Тактимом. Туда же Валрус Пайс сейчас запилят. И, конечно же, Тимбер умрет, потому что, ну... Ну, я уже говорил, да, в 3... Точнее, 10 минут... Точнее, ну ладно, сколько там? 10 минут 7 назад я точно говорил о том, что как раз-таки есть твои сайдлайны. В печали, то ты на Тимбере играть, по факту, больше не можешь. Твоя игра закончена ровно на том, что тебя слишком легко пробить из-за того, что твои тиммейты зафидели. Начинают играть агрессивнее и агрессивнее. И вообще вот этот выход от Тимбера под Тавр... Ну, то есть тебя и не под Тавром убивают. Ты знаешь, что ты играешь против Дезраптора. Это против тебя неприятный герой. И в целом ты вот себя позволяешь так показываться на линии. Обычно как Тимберы стоят очень хорошую линию и начинают потом доминировать, властвовать и унижать неубиваемые. А здесь мы видим, что раз за разом получается убивать Тимбера. У Тимбера уже статистика 1.5. Чтобы вы понимали, у Гармага 0.7. И это вроде бы такие плотные герои, которых, по идее, сложно должно быть взять. И чтобы вы понимали, все это время Даффи еще ни разу не нажал стенку. Она у него уже второго левла. И вот когда он столкнется с луной и нажмет стенку, людям станет слишком весело. И это по факту будет еще одним доказательством, насколько же легко играть в эту игру PSG. Но мы все еще верим в комфорта. Комфорт красава. Предыдущую игру вытащил на своих плечах луниных. Возможно, в этот раз будет еще и нажимать БКБ в решающий момент. И тогда вообще будет красавый. Как бы это ни звучало, то это вполне возможно. Даже до сих пор мы смотрим по фрагам и видим, какая доминация. Но с другой стороны мы смотрим по деньгам и видим, что не на все, только все критично. Ну, это критично именно тем, что у тебя только у одного героя Нетворс. И в этой конкретной катке этот Нетворс только у одного героя не решит проблем. Не знаю, видел ли ты, как Огр Макс щел, но вот зашел... Я видел, я видел. Это тотальный фит. Я не знаю, он делал это максимально... Он всю игру заливает, если что. Вот топ-лайн, вот этот топ Нетворс у Доксирует сейчас на карте. Ну, в его команде, как минимум, точный топ-2 Нетворса на карте. Это по факту полностью слуга Угра. Он очень плохо играет всю эту катку. И... Ну, я имею в виду, объективно плохо, да? Не субъективно даже, на мой взгляд, а просто-напросто вообще не доигрывает во всем параметрам. Ну, хотя бы Солар покупает, хотя бы что-то будет полезное для Луны в этой игре. От него. Помимо, очевидно, Блодласта. Ну, вот этот выход, он был, конечно, совсем неприятным. Пак себе после Вичблейда и Травалов собирает Блинк. Очевидно, тут у него подарочек в виде Млайстилера. Но недолго они пробовали вместе, прошлись, посмотрели, посмотрели, решили, что... И так, в принципе, неплохо. Самая легендарная бомба, да. Я помню все еще. Столько времени прошло, а я все еще помню. Легендарная, да? Ну, они легендарные. Я уверен, что сейчас в чатик тоже расскажут, что она легендарная. Да, это было лучше. Из всех бомб, которые я комментировала, она была самой запоминающейся, я бы так сказала. Да. Ну, а тем временем, 18-3, друзья, по счету. Это супер мемно. Потому что есть люди, которые фармят леса, а есть люди, которые фармят оппонента. И вот в данный момент PSG фармит оппонента. Может быть, не так эффективно фармит леса, потому что, опять же, да, у них герои, которые не так быстро фармят. Если взять то, что БФ сейчас поднерфили, Майлу так и так обычно собирали на Найксе, поэтому и сейчас собирает и у QQ в принципе все в порядке под натворцем. Скоро будет МКБшка после, я так понимаю, с Инжиньяши. Да, вот она, Яшка, летит к нему. Так что у него с Инжиньяши уже готово. И в целом, Найкс неубиваемый в данный момент. Ему очень сложно умереть. Нужно серьезно постараться для того, чтобы это сделать. Ну, если только не нажимать какие-либо клавиши, тогда можно, конечно же, умереть в любом случае. Ну, это два вышка фортифицируется. Все равно попозже будет попробовать забрать себе PSG и, конечно же, забрать себе под контроль еще и аванпост. Да, в принципе, тут для них вся карта открыта, но преимущество тысяча по золоту, оно все равно немножко смущает меня. То есть реально в 18-3 разница по фрагам, настолько все хорошо. То есть они реально убивали героев, поактивно играли и заработали всего лишь даже меньше тысячи по золоту уже. Ну, фэлты, потому что молодцы. Они отдавали... Ну, то есть тимбер специально тактический фидел. 1-5 счет у него. Проблема в том, что этот тимбер потом будет практически бесполезен в игре. И для луны это будет проблемой. То есть луна, понятное дело, да, перефармлена. Окей, хорошо. Но что она будет делать, когда у нее не будет тиммейтов? Мы это с тобой уже видели. Когда просто у нее егис, да, там сыр, все что угодно, но проблема вся в том, что убивают всю ее команду, а потом просто в кружок берут и забивают уже ее отдельно. Кстати, Аганим скоро появится у Даффи. И вот это будут очень плохие новости, потому что напомню, что Аганим дает тебе 2 заряда Эншелла плюс 200 хп на этом Эншелле на любом герое, которым этот Эншелл касается. И он еще и более болезненно бьет. А если взять то, что талант на радиус уже взят, то веселье будет очень серьезное. Потому что что на Экс, что тут Скар будут сжечься максимально. Тем временем Рошан забирается, если напомню вам то, что в предыдущей игре у нас Фелты забрали первого Рошана, потому что Джиггернал уже серьезно ошибся у PSG. Да, в этот раз QQQ не ошибается. У него 0 ошибок, кстати, по игре. 2-0-2. Очень спокойная на Эксовская катка, где он просто фармит АФК в тарелку и наслаждается жизнью. Правда, наслаждается. Сейчас Саеги будет собирать себе МКБ. В это время Т2 Тауэрфелты забрали на ботсе, ну и захватили наконец-то на вам пост, потому что понимаем, что все-таки экспириенс, он тоже очень серьезно может повлиять. Тем более по левелу. В принципе, вот даже сравнение пака и копы нам показывает, что копы и левел там получше. Крутецкий спел, кстати, Робес забрал себе. У него будет инфеста. Забавно. Это прям под названием давайте заберите меня, убейте меня и внезапно ты влетаешь в инфесту в какую-нибудь там крипа или кимейта. И усиливаешь его. На самом деле, это хороший баф для луны. Чем дольше она живет, тем больше она нанесет. Она наносит, как вы понимаете, аэшный дэмэдж, поэтому с руки очень серьезно может развалить команду при помощи именно этого бафа. Хоть это, правда, первый левел инфесты, очевидно, что тут не так много все. Вот, вот, да. Инфеста. Внутри, внутри, ну, слушайте, мем внутри Робес это типа телекинез внезапный, да, потому что у телекинеза нет вообще никакой анимации, поэтому тот же самый пак может не среагировать и умереть. Так у него нету вообще никакого никаких защитных артефактов. В целом, подобная инфеста может сработать для Робника. И вот смок у нас от Рейдент, а Ластилер Саего, еще раз напоминаю, но Тайер просто отходит. Луна с Робником. что это все было без ДСа и практически без пака, потому что пак хоть и неподалеку, но все же. Именно он должен быть, должен являться инициатором, а не вот типа Ластилер, который начинает что-то грызть там комфорт, дает бимчик на Тускара. Все, все. Тусовка очень прохладная на самом деле для паскейдов. Просто они еще не знают то, что внутри Рубик. Ты посмотри на это. Так, так. Луна, Луна с БКБшечкой. Нажимается Монта. Окей. Тримкоил по-двоему убьют Огра, но Огра пофигу. Он тут не персонаж. Кстати, странно. На самом-то деле, можно было бы и Тимбер убить, если под статиком может быть урона. Но решили, что и... Там на контр-такт можно было получить очень много чего, у них вижена не было. В этот момент нормально. Фелты решили не драться, решили дождаться БКБ на Клопе. Вот сейчас оно есть и опять же против Айгисы не очень хочется как-то файтиться. Да, по макро Фелты молодцы. Они понимают, что им нужно делать, они понимают, что противника преимущество, Айгисы все остальное и они просто добивают свои арты. Арты они добивают хорошие комфортно боти вообще. Интересно, что думают паскейды, что они видят Рубика все это время. Вот есть у них какой-то месседж, типа, ОООО, братик, на Дизрапторе ты тут зря вообще остался один. Кстати, он поставит статик, но на самом деле странный статик. Какая разница? Это луз для на самом деле паскейдов в этом файте. Им нужно бы свалить, даже несмотря на Айгис, на Лайфстиллеры и все еще могут закрыть и убить. Агра убили. Ладно, плевать. Не важно вообще. Сколько раз, по-твоему, Огр дал баф на Луну, точнее? Я вот просто последние, типа, 3 минуты не видел на ней ни разу так увидели увидели комфорта он стоит подвиженном бедовой причем листерном сын дряк но они не видят потому что клик потому обсесский стоит комфорт все еще с боком и можно нажать нажимать бкб и клипс и клипс и клипс не плевать на эклипсы нафиг надо я честно ладно ну на самом деле может быть никого бы не убил за рейджа но даже он ждал когда речь просто нажмется и постеры джабы дал он думал то что через мама зарегенится настолько плотно что он сможет соответственно что-то сделать соответственно он не давала ему к оставать эклипс потому что сайласа после этого он уже такой ну типа ну ладно а потом все-таки нажал ну и короче много мыслей почему так было были причины опять же пока вырывается рубик контроль пошел пускар шарды ластер начинает грызть огар мага опять же под щитком еще буквально одна тычка и вот та самая тычка теперь можно переключаться на рубена что в принципе ластиллер и делает ну и теперь тиммер вот с тиммером немножко сложнее все-таки но не забываем что у ластиллера была аега поэтому он так агрессивно играет проется пак забирает еще одного фраг достается дарксиру на queen of pain смысла наверно уже идти никакого нет тем более четыре героя так в таверне потеряли лишь одного тускара ну и аегис который уже должен был заканчиваться там буквально много времени оставалось и вот заход на хэгграунд на 25 минуте луна без эклипса собирается в следующем сватом скале видимо как раз есть понимание того что в манедж не просто так свело стиллер купил зацени количество смоков у агро это показывает просто количество инициативы от филта да то есть то что мы видели от них предыдущей игре и не пытались на каждый агрессивный мув psg атаковать смысле отвечать тем же самым атаковать в данный момент у них четыре смока лагра четыре смока и он просто с ними ходит и лет ловца как дела типа вот он просто закупала так понимаю на сдачу когда один раз умирал замечу что у него наверное на творц а ну ладно да не такой уж плохой теперь из-за того что телепорты даются вот нафармил себе 5 телепортов и еще часть потратил но по факту нафармил 11 вот вот на и бывает момент когда он правда грамотно видит то есть типа принимает на себя сплы и так далее но большинстве случаев это выглядит довольно странно с его стороны руб с забрал рейдж и тем временем тимбера нашли здесь узоры могут проблемы потому что ему дремко скорее всего впишут хотя нет нет ринжи уходит на чина хорошо все сделал силу поднял пока комфорт продолжает фармить он хочет без сатаник хватит ли с сатаником выживаемости и дэмэдж вот вопрос предыдущем предыдущей игре у него была бабочка которая ему давала и выживаемость и дэмэдж сейчас по дэмэджу все не настолько хорошо нужно будет рассчитывать на свою queen of pain на queen of pain не сказать что прям какие-то супер крутые салты то есть у нее не так все плохо если по факту говорить отстает он и нападение здесь на тускара да дремкоил на одного всего лишь у агра что довольно позитивно рейдж нажимает рубес пытается уйти эклипсина была но честно говоря крайне неэффективная тускара может быть убьют убьют а вот кьюкьюкью сможет уйти ему не во что уйти да у него нет винфеста смысле нет возможность уйти в инфеста красиво красиво хорошо сделано было сейчас от файлтов очень плохой дремкоил от пивана наверно на редкость плохое и виду потому что опять же пиван шикарно отыграл и предыдущую карту и здесь все хорошо делать слишком много было ошибок в этом файте то есть даже например тот же самый дизраптор он долго ждал прежде чем дать статик и не захотел подняли боже зачем ты здесь оказался ты же даже баунтост не забрал очень больно ему под помог ему дизраптор глимсон че глимсон глимером но все равно погибает еще и дизраптор тоже умрет или не умрет и у есть нет его в кд окей плотно плотно вопросов нету начинается миник обычная от файлтов или полноценная обычная потому что у на комфорта все еще очень много денег и на самом деле сатаник в этой игре еще лучше чем в предыдущей игре потому что ты тут играешь против такси ра фук такси ра на из пласти лера ты против дс а тоже потому что там подхилы есть его и огонь и появляется у пока что является центральным сейчас моментом для желания драться от psg те вызвало что рошан еще не реснулся так бы они вообще могли даже и на рошан попробовать забрать потому что все-таки луна огармак с соларом вполне хватало бы времени робик приобретает себе форстаф туника выпадает у нас для дайр любят артефакт думаю что тоже не откажется вот 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 пошла реализация аганима убили грубая со без аганима почему себе смотри мкала что там пороша на рошан появился у рубаса не пойду на рошана ну рубаса нет байбака не знаю хотят ли они на самом деле 4 на 5 мне кажется что комфорт скажет пацанам продолжаем играть под названием нам не нужно драки нам нужен мой фарм или соло вытащил все дела и я так понимаю что его тиммейты после предыдущей карты ему верят полностью от начала до конца и искать у меня скоро будет буквально через пару минут второй раз шанс за него сейчас обычно предпочитают многие коллективы драться поэтому я даже удивлена могли возможно возможно как-то попытаться еще и без рубика развлекать тимбер бы как-то подкидывался там не знаю чакрамами своими какое-то время выиграли опять же sonic wave украину пейн был и можно было чтобы подумать решили отдать и шанс забрал себе на x теперь у него старые добрые опыт мунзы которые забрали предпредыдущим патча вернули в этом в качестве шардов люблю из врага зачем что-то придумывать новые все уже работает и так вот и дафи будет собирать я так понимаю то ли лотус то ли шиву на самом дарсире он на самом деле вот ds мне кажется один из героев которые настолько вот незрелищные и сложно нести смысле посмотреть на его импакт полноценно да то есть кроме fight recap а потому что ты не видишь как люди жарят жарятся при помощи аншелла в которых теперь еще и две штуки с аганимом ну там ну грифсы он даст ну даст и так далее то есть может быть сужу какую-то она тоже это такой полу пассивный к сожалению герои не слишком не зрелищный мне кажется из-за этого недооцененный в паблике вот а в про играх конечно он очень очень полезен особенно если мы берем еще и сверху вол который тоже скажу не такой зрелищный мне кажется все-таки дарк сиро он в любом случае более команды поэтому какие-то комбинации с ним очень приятно дело здесь есть например комбинация со статиком нападение на дизраптора но тут скажем так есть команду заврата кстати очень повезло потому что лайвстилера на кэшку за закинули но и папа дайте уйти с помощью телепорта ей разумеется его забивают и убивают таки папа меняет себя свой тиммейт свое бкб на эту позицию заметила то что у тая есть определенный момент с тпшками перед смертью что на предыдущей карте что на этой карте он прям обожает нажать тп аут хотя прекрасно понимает то что ему сейчас его собьют и он умрет ну да ладно ну типа может быть это на рефлексах уже знаешь на таких подсознательных когда-то уже не контролируешь себя тем временем забирают арбу рубец часто трубик из-за интересного крал инфесту один раз крал убирали убивали за этого дизраптора что еще рейджу старик шторм один раз так это еще было ну по-моему такого прям чтобы интересного нет так у агрища появился все-таки саларник смог он его дофармить несмотря на низкий нетвор саларник как вы понимаете теперь супер крутой артефакт просто за счет того что он слишком дешевый слишком много дает я уверен что его понервит еще раза два вот но пока с кюкю с аэгисом не может зайти на хайграунд ждет своего сатаника это понимали что это такое похоже на сатани да сатаник аегис есть шарт есть принципе они могут попробовать заходить на хайграунд даже ту же самую стенку поставить на дарксирия чтобы никто не мог подойти и немножко пытаться под рейджом поломать лишь его сверху адафи появляется и под dd которая была заспавнена на на топе плюс еще бутылка поэтому у вас лидера в инфесте влетит нажмет dd убьет любого зори здесь просто впитывает он здесь консервная банка на него слишком сильно комититься не хотят парни из psg влетает сюда же тускар нажимаются кнопки и все-таки умрет да все-таки проезжают дабл-дэмэдж и убьют зори окей ну убили убили теперь главное дабл-дэмэдж использовать на товара на бараке боевых у дизраптора чем у тимбер нету все печально конечно потому что барак они точно потеряю и скорее всего даже не один на два без проблем потому что луна пока даже не планирует она хочет под фармить какое-то время она бы она будет на лошадь сторона здесь это минимальная потеря главное драться за вторую сторону потому что все-таки 2 не тоже не потеряю скорее всего просто лишь вопрос там захотят ли сейчас пейджи размениваться потому что комфорт снесет им за это время еще одну свою сторону тем-то время dream coil убийство одного второго вы укупается папа не укупается нет решил посидеть окей посмотри где что делает луна да он начинает т4 бить на самом деле дамы же не хватит очевидно чтобы она еще и бкб прожимает она чтобы сделать тэпау да но она влетает файт она все еще под бкб что-то можно здесь еще сделать потому что без пака и тускара оказывается безжи в этом моменте open вонзы на агра несчастный огур ему бы какой-нибудь диск тем временем дафи стяжечка стеночка все дела комфорт печали беде тг сатаник можно было бы нажать развернуться и подраться но вместо этого ну то есть вот вот эта попытка уйти когда ты уже точно никуда не уходишь так ладно подъем на лайфстилера прости тут начинается какая-то лютая просто через сатаник жирнющая заруба от кю 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 влезает он с дафи дайте на себя суржу и у туда же сужу сняли но дайте на самом деле можно разворотить еще подраться рубик выкупается приходит сюда же луна сатаник нажат нажать 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 но бить невозможно невозможно пить никто и не дает но в конце концов она отжирается отжирается полноценно но не хватает как-то в любом случае кю кю добивает засти спадрэйдж он пытается уйти он все равно погибает и у луны нет байбека она только что байбекалась это означает как одно это означает гг за 35 минут и тимбер еще тимбер чейном не дотягивается пак ставит dream coil у нас на queen of pain queen of pain под бкб но не знаю поможет это или нет скорее всего нет она также будет без байбека теперь единственный выживший теперь эластеллер просто ракликом нажимает на т4 и тимбер как-то пытается привлечь свое привлечь внимание врагов там развлекается с дсм но это в принципе уже все неважно потому что сдаются у нас felt и и когда спорт гейминг вторая карта за ними счет становится один-один и значит что у нас будет решающая третья карта да ну я даже не знаю вообще на самом деле то ли комфорт зря испугался нажимая бкб когда делать и паут из-за этого соответственно вообще ничего не появилось не получилось то ли уже шансов там не было в любом случае но игра внезапно закончилась а мы отправимся на третью карту что мы в принципе вам и обещали с самого начала так и должно было быть